вопрос 461 если в почтовом ящике получишь от неизвестного святое письмо и в нем изложена молитва или предупреждение и в конце пишется размножить 12 экземплярах и разослать людям а иначе будет плохо как правильно поступить отвечает игнатий лапкин леонид андреев писал страшилки а лев толстой ответил он пугает а мне не страшно даже смешно слышать это от современного человека но когда с ним поближе сойдешься только и сплешнешь руками приезжает нам потеряевку наш добрый знакомый директор совхоза закоренелый коммунист богатырь как бы не чемпион по поднять участие в своем районе и гонен вольере григорьевич из кадникова деликатной просьбой научить его отбиться от колдунов дать ему какой-нибудь сильнейшую молитву заговор чтобы все колдуны попятились от него и нет каких-то там запредельных от жены зоотехника который открылся талант махать руками и это госпожа рабчевская повздорила с руководителями и пообещала навести порчу на общественный скот и он как рачительный хозяйственник и добрый руководитель который искренне печется об улучшении благосостояния своих граждан совершенно на полном серьезе хочет создать встречное энергетическое поле милые мои добрые русичи да что же с вами сделать да как же вы так оказались такими сиротами и бедными да почему же вам прямо не обратиться ко христу и живя свято и непорочно помолиться за этих окаянок бесовских служителей чтобы они начали работать руками на огородах а не махать руками наводя порчу исцеления это письмо подброшенную вам в ящик почтовый сожгите руки хорошо помочь хозяйственным мылом и святой водой покрапите почтовый ящик перекрестите крестным знамением и прочитайте да воскреснет бог исцена к вам и близко не подойдет польза от этих суммобродных глупых писем только почтовому отделению продающему конверты и больше никому